Спасибо вам! Слава Богу! Аккуратнее, кресла еще не прикручены. В них очень удобно спать. Мы специально сделали. Мы убрали подголовники, потому что будет очень удобно спать. И они опрокидываются вперед пока, не закреплены. Мы их закрепим. Но мы здесь предусмотрели, сделали мягкий пол. Если что, не переживайте, упадете бесшумно, никто не услышит. Так, мягко. И самим не будет больно. Слава Богу за эти прекрасные изменения. Друзья мои, и мы это делаем все не для конференции. Как здесь звучало уже, мы для конференции. Нет, друзья, мы это делаем для вас. Для нас. И не для епископов вообще, друзья мои. Они приедут, знаете, если здесь даже ничего не будет. Они все равно приедут. У них служение такое. Мы это делаем для нас, чтобы нам было комфортно. Для того, чтобы вы пригласили любого человека из этого города. И он, придя сюда, чувствовал себя комфортно. Ему было удобно. Он был в красивом месте. И он не почувствовал никаких странностей. Слава Богу за это. Правда ведь? И все это благодаря вам. И знаете, когда поздравлял епископ Кубанского объединения, Федор Николаевич Адронович, он сказал такие слова, что мы не только принимаем благословения, но мы и щедры на эти благословения. Мы мало открываем то, что мы делаем. Но знаете, однажды Бог положил мне на сердце, и я говорю это бизнесменам, такую мечту, чтобы мы, как церковь, может быть, как бизнесмены в этой церкви, раз в год смогли выделить столько финансов, чтобы кто-то построил церковь. И не важно, это не наша вот только церковь, не в нашем только объединении, а просто Бог открывает нам нуждающихся. И мы приезжаем, смотрим, берем проект, разрешение смотрим, и даем финансы этим людям, чтобы они построили храм, в котором будет прославляться Господь. Потому что я верю, что и храм тоже может прославлять Господа. Место. У Бога должно быть место в этом городе или в других городах. И знаете, мы не ждем того времени, когда нам Бог даст столько финансов, и мы уже будем способны. Мы уже тогда, когда получили откровение, начали это делать. И сегодня в Кубанском объединении некоторые церкви получили от нас хорошее благословение. И мы это делаем ежегодно несколько раз. Мы благословляем те церкви, которые строятся определенной суммой. И они говорят об этом, и они прославляют Господа. И все это делаете вы, все это делают наши бизнесмены, все это делаем мы. Поэтому воздайте сами себе вот хвалу. И я вижу, как Бог и нас благословляет. Ну, нельзя сказать, что Бог нас не благословляет. Вот если кто-то думает о том, что Бог двигается только там, где кричат, где шафары дуют, и где могут поклоняться Богу как хотят, и они говорят, здесь свобода, то не всегда так. Вот у нас тоже Бог двигается. Не верите, да? Ну, ладно. Ну, и хорошо. Не верьте. Ну, на самом деле у нас Бог двигается, друзья мои. И Он двигается в том, что мы видим новых людей, которые отдают свою жизнь Иисусу Христу. Мы видим, как эти люди заключают завет с Господом. Вчера начались библейские курсы, и там около 40 человек, они вот записались на эти курсы и будут познавать истину. Если ты еще не записался, не проходил библейские курсы, пожалуйста, есть возможность. И поэтому в церкви много производится дел. Мы трудимся в социальной сфере. Мы трудимся в бизнесе. Мы трудимся в молитве. Мы трудимся в разных сферах, куда Господь нас ведет. И сегодня есть плоды там, друзья мои. И также есть множество исцелений, когда Бог исцеляет по нашим молитвам. Поэтому Бог движется. Бог здесь. Бог устрояет эту церковь. И я верю, что Он глава этой церкви. Эта церковь, она принадлежит Христу. И Христос глава этой церкви. И все, что мы делаем, это благодаря Ему и для Него. Если бы Господь нам не позволил, если бы Он не дал нам возможности, мы бы ничего не сделали. Это все по Его милости. Все по Его силе. Все благодаря Ему. Это не просто громкие слова. Это так и есть. Мы этим живем. Мы это провозглашаем. И мы этим будем жить дальше. Все благодаря нашему Господу. Давайте воздадим Ему хвалу. А нам с вами просто, может быть, чуть больше повезло, чем другим. Поэтому никогда не пренебрегай тем, что ты имеешь. Потому что люди пренебрегают тем, что они имеют. Они ходят в замечательную церковь. И вдруг дьявол приходит к ним и говорит, послушай, это не то место. Давай пойдем в другое место. И когда они уходят, они тогда только понимают, что что-то потеряли. То же самое с семьей. Когда человек находится в семье, он не ценит жену, не ценит детей, не ценит того времени, который Бог дал ему для того, чтобы проводить с ними время. Он не ценит этого. Но когда потом теряет, как ему кажется, погнавшись за чем-то более лучшим, он теряет это. И он понимает, о, это было ценно. Никогда не верь дьяволу. Никогда не верь Ему. Держи то, что имеешь. Аллилуйя. Слава Господу. Аминь. И сегодня у нас день рождения в церкви Дагомыс. Я так радуюсь, что мы сегодня имеем возможность уже насадить пять церквей, но в нашем сердце также, в моем сердце горит город Судак. Не, вот извините, все Судак. Геленджик я все Судак называю. Не знаю, почему Судак. Судак тоже, значит, отправим. Геленджик, Лазаревская, Санкт-Петербург. Может быть, кто-то хочет в Геленджик переехать на пастора. Нет? Юля сразу говорит, нет, не хочу. Нет, у нас мужчина пастора, так что, Юля, тебе не грозит. Что-то не переживай. Так что, может быть, у кого-то откликается. Так что подойдите, скажите, мы хотим иметь там церковь, ковчег. Аминь. И Бог нам позволит это сделать. Бог. Потому что я верю, что эти желания вкладывает Он в сердце. Мы не сами их придумываем. Друзья мои, я продолжу говорить серию проповедей. Надеюсь, что вам еще не надоело. Нет? Ну, скажите, что не надоело. А то же это когда... Слава Богу, да. Слава Богу. Иногда выпрашиваю себе похвалу, но бывает еще. Как-то надо себя взбодрить. Путь от пастуха к царю. На этом пути мы рассматриваем, как простой юноша. Давид превратился в царя, в одного из самых могущественных царей Израиля. Он принес славу Израилю. Он принес величие Израилю. Он был послушен Богу. Бог его использовал могущественно. И сегодня, когда ты скажешь, царь Давид, даже неверующие люди во всем мире знают, кто это. Неверующие, абсолютно неверующие люди знают, кто это. И у него был путь от пастуха к царю. И мы сейчас на этом пути для того, чтобы нам тоже от того, кем мы пришли к Богу, превратиться в тех, кем нас Бог видит. Послушайте, Бог каждого из вас видит царственным священством. У Бога для каждого из вас есть план, предназначение. И Он хочет, чтобы вы вошли в этот план и совершили то течение, которое Бог вам дает совершить. Как Павел однажды сказал, течение совершил, веру сохранил. Он не просто плыл по течению, знаете, упал там в реку жизни и плыл. Он совершил именно то течение, которое Господь ему дал. У каждого из нас, я верю, есть свое течение, друзья мои. И мы должны его совершить. И на пути, на жизненном, всегда тебе будет помогать характер. Дары, они возносят нас на вершину. Дары, которые Бог дает нам, дары. Они нас поднимают, прославляют, возносят на вершину. Но на вершине нас удерживает наш характер. Или плоды, которые мы производим вместе с Духом Святым. Друзья мои, поэтому надо формировать свой характер. И вот мы смотрим на этом пути, какой же был характер у Давида. Что он в себе формировал, какие черты в этом характере Давид формировал в себе для того, чтобы стать царем и быть успешным царем. Мало быть царем, надо быть еще успешным царем. Саул тоже был царем, друзья мои. Ну вы знаете, чем его жизнь закончилась. Но Давид был другой царь. Мало быть просто человеком, надо быть хорошим человеком, друзья мои. И хорошим человеком не по понятиям этого мира, и даже не в глазах, может быть, людей, а в глазах Божьих, друзья мои. Быть хорошим человеком. И вот мы учимся от Давида, как быть таковым. И последний раз мы говорили о поклонении. Мы говорили о том, что Давид строил свой характер на поклонении Богу, в котором он утверждался, что у него великий Бог. В поклонении он видел величие Бога. Он видел, что перед этим Богом склонится всякое колено. Что у этого Бога в руке вся вселенная. Что этому Богу все подчинено. И никто не сможет остановить этого Бога в задуманном. Если Бог задумал что-то сделать, никто никогда не сможет его остановить в этом. И Давид знал, что он служит великому Богу. И это ему помогало проходить трудности. Проходить трудности с победой. Друзья мои, мы должны помнить, что когда мы поклоняемся Богу, Бога становится больше в нашей жизни, а проблем становится меньше. Потому что Бог большой, проблемы маленький. Бог хороший, дьявол плохой. Аллилуйя. Все просто. Бог хороший, дьявол плохой. Скажи соседу, дьявол плохой, Бог хороший. Не перепутай только. Но было в характере Давида еще одно качество, которое помогало ему одерживать победы. И это качество называется послушание, друзья мои. Послушание. Послушание это когда ты подчиняешь свою волю воле другого. Вот что такое послушание, можно понять из слов Иисуса Христа, которые он сказал в Гефсиманском саду перед своим распятием. Давайте прочитаем вместе с вами Евангелие от Луки, 22 главу, 42 стих. Здесь написано. Отче, ой, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Не моя воля, говорит Иисус Господу, но твоя да будет. Другими словами, Иисус говорит, я бы хотел другого развития в своей жизни. Я бы, может быть, не хотел пойти на крест. Но, впрочем, ты, Господь, так решил. И я откладываю свою волю в сторону. И принимаю твою волю. И я ей послушан. Вот суть послушания. Если нет вот этого фактора, когда ты подчиняешь свою волю под волю другого человека, то и нет никакого послушания. И когда мы смотрим на Давида, то мы видим, что послушание приводило Давида к месту его побед. Сегодня проповедь называется, послушание приводит к победе, друзья мои. И вот послушание Давида, оно приводило его к месту, именно к месту его побед. Посмотрите хотя бы на одну из самых громких его побед. Это победу над Голиафом. Посмотрите, как она начиналась. Это 1 царь, 17 глава. С 17 стиха мы читаем. И сказал Есей, Есей это отец Давида. И сказал Есей Давиду, сыну своему, возьми для братьев своих ев усушенных зерен и десять этих хлебов, и отнеси поскорее в стан к твоим братьям. А эти десять сыров отнеси тысяченачальнику. И наведайся о здоровье братьев и узнай о нужных их. Саул и они и все израильтяне находились в долине Дуба и готовились к сражению с филистимлянами. И встал Давид рано утром и поручил овец сторожу и взял ношу, пошел, как приказал ему Есей. И пришел к обозу, когда войско выведено было в строй и с криком готовилось к сражению. Друзья мои, выше по тексту сказано, что трое братьев Давида пошли вместе с Саулом на войну с филистимлянами. А пять, и в том числе Давид, остались дома. И вы знаете, отец по каким-то соображениям, я не знаю, может быть из-за того, что Давид был младший, а может быть еще по каким-то соображениям, Библия нам этого не открывает, он обратился к Давиду и сказал, Давид, ты должен сходить и навестить своих братьев и отнести им то, что я тебе дам. Послушайте, у Давида было еще четыре брата на тот момент в доме отца, которые неизвестно чем занимались, но я думаю, что они делали не больше, чем Давид, потому что Давид на этот момент пас стада. И вот отец обращается к Давиду и говорит, иди к своим братьям. И Давид мог бы сказать, а почему я? Я что, бездельник, что ли? У меня есть дело. Я стада пасу. Вон четыре лба по дому скитаются. Попроси их. Они гораздо меньше меня делают в этом доме. Обратись к ним, отец. Почему я? Куда я оставлю стадо свое? Кому я его передам? Я же не бездельник, я же не просто так без дела хожу по дому. Почему ты выбрал именно меня? У меня все в деле. Я сам весь в деле. Я занимаюсь важным делом. Но Давид так не поступает. Написано, что Давид встал рано утром, поручил овец, то есть позаботился о том деле, в котором он был, сторожу, взял ношу и пошел, как приказал ему Исей. Здесь написано, другими словами, что Давид проявил послушание. Именно из-за этого, послушайте меня внимательно, именно из-за этого послушания Давид оказался в том месте, где Голиаф поносил израильское войско. Ну, на тот момент, наверное, стадо, потому что у них не было воли. Поносил. Если бы он не послушал своего отца Исея и нашел бы какие-нибудь отговорки или, как молодежь говорит, отмазки, он бы не попал в это место, где он впоследствии победил Давида. И навряд ли бы мы с вами бы услышали об этой грандиозной победе. Ее просто бы не было. Поэтому, друзья мои, послушание имеет одно свойство, важное свойство, ценное свойство. Оно всегда приведет вас к месту ваших побед. Может быть, не даст саму победу, но приведет именно к месту ваших побед. И давайте посмотрим на действия Давида, которые он совершил, чтобы проявить послушание. Первое. Первое, самое важное. Он услышал слова своего отца. Он услышал слова своего отца. Послушание начинается со способности слышать, друзья мои. Если вы не слышите, что вам говорят другие люди, вы навряд ли будете послушны, потому что вы не знаете, как исполнить в точности волю этих людей. Иисус часто говорил такие слова. Кто имеет уши слышать, да слышит. Другими словами он говорил так. Человек, у которого есть уши и способность слышать, не всегда слышит, что ему говорят. Почему? Разные причины бывают для того, чтобы ты не услышал. Это может быть обида, это может быть гордость, это может быть ненаверие, это может быть неуважение, непочтение. Это могут быть вещи, которые возникли в твоем сердце и не дают тебе способность услышать человека, который обращается к тебе. Самый мудрый человек на земле сказал такие слова. Екклесиаста, 4 глава, 17 стих. Наблюдай за ногой твоею, когда идешь в дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению. Он говорит, будь готов больше к слушанию. Екклесиаст дает простой совет. Он говорит, будь готов к слушанию. Ты должен следить за собой всегда. Готов ли ты слышать тех людей, которые обращаются к тебе. И чтобы услышать, что тебе говорят твои наставники, люди, может быть, от которых зависит твоя жизнь, друзья твои, просто близкие твои, те, кто тебя окружает, ты должен иметь смиренное сердце. Несмиренный человек закрывает свои уши и не слышит, что ему говорят. Он не может просто услышать. Он гордый. Гордость не дает ему слышать. Он слышит то, что говорит ему гордость, его эго. Он не слышит людей, которые ему говорят даже самые умные вещи. Послушайте, в греческом языке послушание и способность слышать – это однокоренные слова. Да и в русском языке послушание имеет общий корень – слуш. Со словами выслушать, заслушать, слушание, вслушиваться, слушающий и так далее. Послушание – послушание напрямую связано со способностью слышать, что тебе говорят. Давид услышал своего отца, потому что он был послушан ему, потому что у него было смиренное сердце. И после, второе, после того, как он услышал, Давид стал действовать согласно услышанного. Это тоже важно. Действовать согласно услышанного. Люди могут научиться слышать, но дальше этого так и не пойти. Они имеют информацию, они знают, как, что и когда нужно сделать, но ничего абсолютно не делают. У них недостаточно мотивации, знаете, мотивации, они ждут желания. Дайте мне желание, вот вы мне правильно рассказали, вы мне хорошо объяснили, я и без вас это знал. Сегодня много звучит таких речей. Ты начинаешь человеку говорить какие-то истины библейские, а он говорит, я и без вас это знал. Я давно это знаю. Вы мне расскажите, как это сделать. Вы мне расскажите, где взять желание, где взять вот эту мотивацию. Смотивируйте меня, чтобы мне хотелось это сделать. Они наблюдают за обстоятельствами, эти люди, когда все сложится таким образом, что придет самое лучшее время, когда они начнут действовать. Сегодня недостаточно хорошее время. Сегодня все вокруг меня противится мне. Сегодня мне не дали возможности. Сегодня не создали мне условия. Сегодня не вдохновили меня, не смотивировали меня. Поэтому я знаю, что надо делать, но сделать не могу. Я жду обстоятельств, когда все эти обстоятельства сложатся, и тогда я начну действовать. Так вот, самый мудрый человек, которого мы уже цитировали, сказал так, Экклесиаста 11 глава, 4 стих. Кто наблюдает ветер, тому не сеять. И кто смотрит на облака, тому не жать. Экклесиаст говорит, что тот человек, который смотрит на обстоятельства и ждет правильного времени, ждет, когда появится у него желание, мотивация, никогда ничего не сделает. Никогда. И если даже вдруг желание у него возникнет, и появится мотивация, он не будет никогда успешен в своих путях. Знаете почему? Потому что для того, чтобы достигать успеха, нужно быть последовательным и постоянным в своих делах. По-другому не получится. Есть люди всплеска, которые вспыхнули, что-то сделали и затухли. Потом опять вспыхнули, что-то сделали и затухли. И смотришь в жизни этих людей, там нет ничего. Там нет плода. Там есть вспышки какие-то, одинарные, однозначные. И этот человек живет в обмане, он живет в иллюзии, что когда-то кто-то или что-то сделает ему идеальные обстоятельства, в которых он начнет действовать. Но в жизни этого человека нет просто послушания. Он непослушный. Даже сам себе. Друзья мои, человек создан как трехчастичное существо. Дух, душа и тело. Вы с этим согласны? Дух, душа и тело. Дух это сущность человека. Какой человек определяет дух. И дух это то, чем мы контактируем, если дух, естественно, возрожденный, чем мы контактируем с Богом. Душа это то, как человек контактирует с этим миром. Это наши эмоции, это наши чувства, это наши мысли. И душа подвержена влиянию греха, друзья мои. Наша душа грешная. Она грешная. Простое доказательство. Хочу сказать, спросить, вот сегодня с утра вы всегда думали только о праведном? Ни одной мысли не допустили неправедной. Ну, другими словами скажу, есть ли здесь грешники вообще? Всего лишь двое? О, Господи! Пастор Эдуард, у нас в церкви Ковчег собрались одни грешники. Толпа грешников. Друзья мои, если быть откровенным, вы сегодня с утра уже там, может быть, подумали на свою жену, на своего мужа, на своих детей, на пастора, что он деньги потратил не туда, куда бы надо было, вы уже подумали, какие-то мысли грешные, вы уже согрешили в своих мыслях. Душа грешная. Наши мысли грешные. А может быть, кто-то уже сюда пришел, ему на ногу наступили, или кто-то с ним не поздоровался, и он уже три раза обиделся. Два раза простил, третий еще не успел. Но уже сумел это сделать. Мы каждый день в душе своей грешим. Каждый день. Потому что душа подвержена влиянию греха. Послушайте, и если дух человека мертв, и если дух человека мертв и слаб, то душа будет, подавляя дух, приказывать телу делать дела плоти. Если ваш дух не силен, если вы его не качаете, вы его не кормите, не читаете Писание, не приходите на молитвы, не общаетесь с вашими наставниками, с верующими братьями, ваш дух, он будет еле теплиться, если вы покаялись. А если вы человек, который не покаялся, не примирился с Богом, то Библия говорит о таком человеке, что его дух мертв. Это не значит, что его нет совсем. Это значит, что он не имеет общения с Богом вообще. Он просто живет, просто живет и теплится там внутри. И вот такой человек, который духом слаб, он постоянно сам себе не принадлежит. Он живет делами плоти, чувствами, эмоциями. Они носят его, они захватывают его, увлекают его, и он не может им противостоять, у него силы нет. Если вы слабый человек, вы не можете противостоять более сильному. Попробуйте, идите, выйдите на ринг с Емельяненко или еще с кем-то. Хоть и 50 миллионов вам заплатят, но это будут деньги на ваши похороны. Зачем вам это надо? Да, сделают пышеные похороны, но и все. Это не надо, ты не пойдешь, потому что это более сильный человек. Ты не будешь выступать против этого человека, потому что заранее знаешь, что проиграешь ему. Так мы живем вот так в жизни, имея слабый дух, потому что мы не уделяем ему внимания, мы его не прокачиваем. И мы надеемся в этой жизни одержать победы в духовном мире. Каким образом? Каким образом, друзья мои? Если вы одерживали когда-то победу, это случайность, которая бывает. Случайность, но не закономерность. Закономерность будет тогда, когда у вас будет сильный дух, друзья мои. Сильный дух. Надо иметь сильный дух. И вот тело, третья составная часть нашего естества, это то, чем мы действуем в этом мире, друзья. Оно делает то, что говорит ему душа, тело наше. Делает то, что говорит ему душа, что говорят наши чувства, эмоции, мысли. И оно слушается его. И вот если душа грешная, то она будет приказывать телу делать грешные дела. А если дух сильный, то он будет приказывать душе. Про такого человека написано в Библии, что у него чувства навыку приучены к развлечению добра и зла. Человек сильный духом может обуздывать свои чувства, может обуздывать свои эмоции и направлять их в правильное действие. Такой человек дисциплинирован. И такой человек послушный. Я доходчиво объяснил? В конце скажу, развивайте свою духовную жизнь, чтобы иметь силы делать то, что правильно, а не то, что говорят вам ваши чувства. Чувства хорошая вещь, они должны быть. Эмоции хорошая вещь. Они должны разукрашивать нашу жизнь. Жить без эмоций, это роботы. Нам нужны эмоции, но они должны быть правильные. Они должны быть правильные, святые, скажу так, эмоции. Праведные эмоции. И третье. Давид сделал в точности так, как приказал ему Исей. Он сделал в точности так. Я думаю, что у Давида было свое мнение по поводу похода к братьям. Но Давид свое мнение отставил и сделал именно так, как сказал ему отец. Послушайте, здесь написано, он взял именно ефу сушеных зерен. Это где-то около трех литров. Именно ефу сушеных зерен. Он взял именно 10 хлебов и 10 сыров. Я не знаю, какие там были сыры, но если взять обыкновенный сыр, который делают сегодня, 10 сыров, ну это так немало, скажу. Это так килограмм 10 может быть, да? Может быть и больше. А если такие хорошие сыры делали, то это хороший вес. Послушайте, Давид мог посмотреть на все это и сказать, да возьму я 5. Зачем мне такая ноша? Тяжело нести, далеко идти. Отец сказал, а я возьму 6 сыров и 5 хлебов, а ефу вообще не возьму зерна. Пойду отнесу, отнес же. Сделал же то, что меня просили. Братьев навестил, узнал, как у них дела. Там кому, что начальнику отдал то, что отец сказал. Ну вместо 10 отдал 6 или 7. Откуда он знает вообще, сколько я там принес? Ну нет. Давид, сказано, встал поутру и взял то, что сказал ему отец в точности. Вот слушайте, послушание это в точности сделать то, что тебе говорят. В точности. А не так вот здесь убрать то, что тебе не нравится. А вот эту часть исполнить, то, что тебе нравится. Это уже не послушание. Это не в точности. Многие не могут прийти к месту своих побед, потому что в их жизни непослушание. Непослушание в авторитете. Они непослушны Писанию. Они непослушны Богу. Они непослушны наставникам. Они даже непослушны сами себе. В следующей проповеди мы разберем, кому человек должен послушным быть. В какой последовательности и когда можно не быть послушным. Я не говорю сейчас о тупом подчинении. Не об этом речь. И о правильном послушании. И вот Давид в точности сделал то, что сказал ему отец. Друзья мои, в Библии есть очень сильные стихи, очень сильные стихи о роли послушания в жизни всего человечества. Это римлянам, 5 глава, 19 стих здесь написано. Ибо как непослушанием одного человека. Скажи одного человека. Послушайте. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Посмотрите, непослушанием всего лишь одного человека все человечество было ввергнуто в грех, через который пришли болезни, проклятия, неустройства, болезни всякие разные, вирусы, которые мы сегодня имеем и все остальное. Сегодня каждый из нас переживает сложные времена. Сегодня в твоей жизни что-то тебя не устраивает, что-то тебя давит, что-то тебе приносит неудовольствие. Так есть. Ты с утра встал, тут кольнуло, тут щипнуло. Твое тело чувствуешь уже нехорошеет, не улучшается с годами. Стареет, чахнет. Если ты раньше мог пробежать 100 метров за 10 секунд или там за 11 секунд, то сегодня ты 100 метров пробежишь за 100 баксов только. И то еще подумаешь, сумма это устроит тебя или нет, или другому дашь, чтобы за тебя пробежали. Тело стареет, портится. Почему? Потому что однажды один человек не послушался. Не послушался того, что сказал ему Господь. И сегодня мы с вами, друзья, благодаря Иисусу Христу, который был послушен, который послушался, имеем надежду на будущность. Мы сегодня благодаря послушному человеку находимся в Божьем доме. Мы имеем принадлежность к церкви. Мы имеем благословение. Мы имеем будущность. Мы имеем надежду. Мы имеем славу в Иисусе Христе. Благодаря послушанию Его. Аминь. Воздайте Ему хвалу. Друзья мои, а теперь послушайте. А благодаря нашему послушанию Богу, сегодня наши дети имеют возможность быть с Богом. Я вам поясню. Когда люди в этой стране, когда пришло Евангелие, славили Господа, были спасенными людьми, ходили во свете, и кровь Иисуса Христа их омывала, я вообще о нем не знал. Я ни разу не слышал. В таком контексте евангельскую весть, как я потом ее услышал, потому что у меня даже возможности такой не было. Мне вот как-то не повезло с этим. Или может быть Бог так сделал. А сегодня у нас, как у родителей, которые послушны Богу, есть возможность передать нашим детям веру. И сегодня это счастье и благословение. Быть послушным Богу, потому что наши дети сегодня получили возможность. Не на нашей, конечно, вере, но у них есть эта возможность уверовать в нашего Господа Иисуса Христа и быть счастливыми людьми. Друзья, у меня такой возможности не было в свое время. И я думаю, многие здесь люди старшего возраста скажут, что и у них тоже не было такой возможности. Они не слышали евангелие в таком контексте, как сегодня оно проповедуется. Они слушали и видели ритуалы и другие какие-то вещи. И как-то соприкасались, может быть, с Богом. Но евангелие нашего Господа Иисуса Христа, который освобождает от греха, который делает тебя счастливым, который делает тебя благословенным человеком, они не слышали. У них не было такой возможности. А сегодня из-за нашего послушания, друзья мои, из-за нашего послушания дети имеют такую возможность. Знаете почему? Потому что послушание приводит нас к месту нашей победы. Такое послушание было у Давида. И мы видим, как Давид одерживал свои победы. И когда вы посмотрите на всю его жизнь, когда он был и царем, и до того, как он стал царем, вы увидите этот принцип. Он был послушен Богу, он одерживал победы. Он не был послушен Богу, он не одерживал победы. Он был послушен пророком, он побеждал. Он не был послушен пророкам, он проигрывал. Он был послушен себе, своему духу, который был соединен с Богом, он побеждал. Он не был послушен сам себе, своему духу, а был вводим эмоциями, он проигрывал. И вы можете, почитайте.